Всем привет, ребята! А вы знаете, кто такой муравьиный лев? Это такое хищное насекомое, с виду похожее на стрекозу. Но это во взрослой стадии, как, например, бабочка. Но также, как и у бабочки есть стадия гусеницы, у муравьиного льва тоже есть стадия личинки. Так вот, на стадии личинки это насекомое выглядит вот так. Этот страшный жук охотится на муравьев и других мелких насекомых и делает это очень хитрым способом. Он роет ямки в песчаной почве, сам зарывается на дно ямки и сидит там в ожидании жертвы. Когда в ямку случайно забегает муравей, то песок осыпается и он начинает сползать вниз. Ну а муравей тем временем подсыпает песок под ноги жертвы, чтобы она сползала вниз ямки, прямо в челюсти к муравьиному льву. Вот такое это интересное насекомое. И вы знаете, мне посчастливилось раздобыть один экземпляр такого насекомого. Мне его прислали вот в этой вот коробочке. Давайте прямо сейчас распакуем его и посмотрим. Может быть меня обманули и не прислали там ничего, но по крайней мере я думаю, что это правда. Человек вроде надежный, он торгует разными насекомыми и прислал мне вот такую посылочку. Так, здесь еще, вот здесь в этой коробочке находится сам муравьиный лев, я так понимаю, потому что здесь песок. А также еще я заказал жуков знахарей. Помните, когда-то у меня было видео, когда-то у меня были эти жучки. Это идеальный корм для муравьев. Они постоянно живые, питаются какой-то овсянкой, короче, всегда под рукой. И кроме того, этих жучков можно бросать также муравьиному льву. Короче, ребята, вот здесь вот должен быть муравьиный лев. Ну, я ничего не вижу. Наверное, он таки зарылся. Давайте попробуем его увидеть. Смотрите, ничего нет. Что же нам сделать? Давайте сделаем так. Я специально подготовил вот такой вот аквариум. Насыпем сюда песочка. И в этом аквариуме у меня и будет жить муравьиный лев. То есть высыпем его сразу сюда вот. Так, разровняем. Наверное, побольше нужно, чтобы он мог вырыть глубокую ямку. О, вот такой вот получился своеобразный террариум, в котором и будет жить наш муравьиный лев. Ну что, пробуем высыпать. Может быть, мы его сразу увидим. Итак, аккуратненько высыпаем. Ой, вон он, вон он, смотрите. Смотрите. Видите? Блин, он такой под цвет песка. Такой маленький. Я думал, он поменьше. Смотрите, он сразу зарывается. Опа, опа, опа. Все, ушел. Блин, я думал, он побольше будет. А он такой малюсенький. Давайте как-то разровняем этот песочек. Размешаем его, чтобы он был более-менее равномерный. Блин, смотрите, он где-то здесь. Ой, не хочется его там поранить. Ладно, давайте так примерненько размешаем. Потому что получился какой-то некрасивый песочек. Ребята, смотрите, когда я размешивал песок, мне удалось его отсюда достать. Вот он, ребята, смотрите. Ой, ой. Такие вот у него челюсти. Давайте посмотрим, как он зароется обратно в песок. Он чего-то замер и не хочет зарываться. О, начал шевелиться. Смотрите, как он. Он как бы задницей своей начинает задом, задом, задом. Но муравьиный лев все сидел на песке и никак не хотел зарываться. Наверное, осматривался на новом месте. Хотя я не уверен, что у него хорошее зрение. В общем, он сидел до тех пор, пока я не пошевелил песок палочкой возле него. И уже тогда он зашевелился и зарылся в песок с головой. Итак, ребята, прошло пару часов. Я вернулся. И смотрите, что я увидел. Так, сейчас плоховато видно через камеру. Я выключу один свет. О, вот так вот лучше видно, когда тень падает сбоку. Посмотрите. Вот здесь вот я оставил этого муравьиного льва. И смотрите, вот какие-то борозды появились. Одна, вторая. То есть, он здесь вот так ползал, ползал. И в итоге, вот смотрите, он сделал таки свою воронку. Вот так вот сверху видно. Смотрите. Он избороздил по диагонали. Искал, наверное, какое-то лучшее место. И здесь вот его, ребята, воронка. И там вот в самом низу еле видно, но там есть его вот эти вот щупальца его, которыми он хватает муравьев. О, видели? Осыпалось. Офигеть. Вот это тема. Слушайте, нужно срочно найти какого-то муравья. Своих муравьев, конечно, жалко ему давать. Поймать муравья на улице и бросить ему туда. Ребята, смотрите, какого муравья мне удалось поймать. Это черный муравей-древоточец. Смотрите, какой он огромный. И это еще не самый большой экземпляр. Но я, честно говоря, не хотел брать очень большого, потому что у нас муравьиный лев-то не очень большой. Не знаю, справится ли он с этим. Но слишком маленького тоже не хотелось брать, потому что камера вообще ничего не заснимет. Ну что же, ребята, выпускаем нашего муравья в аквариум к муравьиному льву. Падай. О, выпал. В общем, я запустил муравья в аквариум и начал наблюдать. Муравей очень долго бегал по песку туда-сюда, но все никак не попадал в ямку-ловушку муравьиного льва. Несколько раз он подходил к самому краю ямки, но как будто чувствовал, что там что-то неладное и отходил в сторону. Но вот муравей все-таки попал в ямку. Но ямка оказалась для него не слишком глубокой, и он смог оттуда выбежать. Посмотрите на это в замедленной съемке. Муравьиный лев подсыпал ему под ноги песок, но муравей все-таки смог выскочить. Я понял, что это слишком крупный муравей для этой ямки. И поймал второго муравья поменьше. Маленький муравей тоже долго-долго бегал и тоже никак не хотел забегать в ямку. Я, честно говоря, уже устал ждать. Да и аккумулятор в камере тоже начал разряжаться. А я очень хотел снять и показать вам процесс охоты муравьиного льва. И тут я решил немного помочь муравьиному льву и сбросить муравья прямо к нему в ямку. Муравьиный лев молниеносно начал засыпать муравья песком, и у него просто не было шанса выбраться из ловушки. Он крепко схватил муравья челюстями, и все, муравей попался. Через пару минут муравьиный лев высосал из муравья все соки и просто выкинул его из ямки. Кстати, вот большой муравей снова чуть не угодил в зубы ко льву. Но эта ловушка, видимо, все-таки для маленьких муравьев, а этот запросто из нее вылазит. Ну, ладно, пускай тут бегает, может, он и попадется через какое-то время. Вау, ребята, я буквально еле-еле успел включить камеру. Смотрите, огромный муравей все-таки попался. Вот он, смотрите, блин. А я-то думал, что эта ямка для него... Смотрите, смотрите, он просто затаскивает его под песок. Вот это жесть. А я-то думал, что эта ямка для него нипочем. Нет, муравьиный лев все-таки может ловить даже таких огромных муравьев. Смотрите, он просто его затаскивает. Вот это жесть. Да, хорошо, что я успел хотя бы сейчас включить камеру. Я уже собирался просто-напросто уходить. А тут такое случилось. Смотрите, все-все, утащил. Одни усики остались. Капец, ребята. Значит, муравьиный лев может ловить и таких огромных муравьев. Он упирается, он сильный, сильный. Смотрите, как они далеко уже отошли от ямки. Но он его держит. И, кстати, вы знаете, в челюстях у муравьиного льва находится яд, который парализует муравья. И сейчас, через какое-то время, муравей просто перестанет сопротивляться, замрет. И муравьиный лев высосет из него все соки. Вот это да! Я уже не думал, что я сниму это. Да, ребята, вот такое получилось видео. Вот это вот процесс охоты, да? Очень прикольное насекомое. Я оставлю его жить у себя в этом аквариуме и буду наблюдать за ним. Если вам интересно, я сниму еще одно видео в продолжении про муравьиного льва. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь, ребята. Желаю вам всем хорошего настроения и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok